Дождливая погода и холодные дни не радуют ни пчеловодов, ни пчел. Насекомые ведут себя вялые, практически не вылетают из ульев, а их в хозяйстве Гафура Зарипова около 300. Обычно в жаркие дни здесь стоит гул, и к ульям без экипировки не подойти. Сейчас же насекомых хоть в руки бери. Ждет солнышко, как солнышко, они все летают на поле, все за гектаром. Пчелы ослаблены, сетуют пачечники. После зимовки насекомым так и не удалось поработать в полную силу. В мае собрали очень мало меда. Как и сейчас, пчелам мешали частые дожди. Для того, чтобы трудолюбивым насекомым было где работать, пчеловод посадил для них специальное растение, синяк обыкновенный. Поле площадью в 25 гектаров. Вот только пчелы здесь не жужжат из-за непогоды. Можно сказать, что они временно в отпуске. По словам Гафура Зарипова, панику сеять раньше времени не стоит. У татарстанских пачечников в ульях живут среднерусские пчелы. Они славятся своей выносливостью и трудоспособностью. Набрать мед они могут и за неделю. Погода будет, а пчела будет летать. Основной мед снимаем на зиму, которая на охранении. Мед снимаем только после 14 августа, после медового спаса. Поэтому еще время есть, ждем погоду. Пока пачечники надеются на небесную канцелярию, в Республиканском управлении по пчеловодству обещают татарстанцам сладкую жизнь, даже если лето в этом году так и не случится. Причем гарантируют, что цены на мед не поднимутся. Проводим всякие ярмарки российские, республиканские. С других регионов к нам очень много приезжает. Прошлый год еще остаток у нас где-то 2-3 тысячи тонн меда есть. Мед есть. Как заявили в Республиканском управлении по пчеловодству, меда в Татарстане, несмотря на капризы погоды, будет достаточно. При этом сами производители сладкого янтаря на всякий случай уже осваивают выпуск нового продукта. Это мед, смешанный со сливочным маслом. Это хоть уже и не чистый продукт, но зато сладкого будет больше. Вкус детства. Это вот в деревнях бабушки делали нам, детям, да, с маслом. Да, свежее масло, мед смешали и нам давали. Мы кушали с черным хлебом, с деревенским хлебом. Это было вкуснее, чем пирожное. В прошлом году в Татарстане собрали 6,5 тысяч тонн меда. В этом чиновники рассчитывают на более богатый урожай. А все потому, что пчел стало больше. К тому же республика может похвастаться и сохранностью пчелосемей. Если в среднем по России их гибель составила 30%, то в Татарстане всего 4%. Эльмир Гляхметова, Роман Фенин, Андрей Ключников, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова